Девушки отдыхают Хорошо, господин Цунь Тогда я желаю всем, кто здесь находится, вечной дружбы Да, 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 отлично, тоже За Джан Юй и Чунь Жань Долгой жизни и много детей Выпьем Да, выпьем До дна, до дна Он еще не пил с Дзянин Дзянин, ты тоже должна выпить Нет, все в порядке, Сяушань уже пьян Так не пойдет, Джоу Сяушань Он не напился Да, он выпил по стаканчику со всеми, но не с Дзянин Это дискриминация? Мисс Цунь не хочет пить со мной Джоу Сяушань Как Дзянин может не выпить с тобой? Что происходит? Я наполнил его бокал Пейте! 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 Я выпью все это до дна, смотрите Дзянин отлично умеет пить Все зависит от тебя Налей ему давай Наполни его бокал Пейте! 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 Почему не пьешь? Ты не пьешь? Не пьешь? Джоу Сяушань Это уже слишком Это графин, не шути Не смей Нет Здесь слишком много Эй, что ты? Ну все, достаточно Хватит, хватит Стоп, стоп, стоп Достаточно Джоу Сяушань Хороший друг А теперь давайте выпьем еще Давайте выпьем Давайте, давайте Я тоже это выпью Давайте, выпьем Выпьем Вы заставили Сяушаня сильно напиться Это так нецивилизованно Выпьем Выпьем за здоровье За то, чтобы план О ждал скорый успех Отлично Отлично За успех план О Не позволяйте ему пить Давай быстрее садись Сяушань Сяушань очень пьян Он до дома-то дойдет Почему бы нам не отнести его в комнату наверх? Все в порядке Он пьян Сяо Ван Иди из Дзянин Я Дайте мне мою сумку Отведите его Дзянин, помоги им Отведите его, давайте Госпожа Цю, идите с ними Дайте мне это Сяо Джан, принеси медовой воды Хорошо Сяо, Сяо Хорошо, позаботься о нем Все в порядке, поторопитесь Поторопитесь Сяо Ван, просто доведи его Вот так, да Какие вы жестокие Мы сделали это Выпьем, выпьем, выпьем стакан сока, чтобы протолезветь Я этого не вынесу, здесь так жарко Наслаждайтесь, веселимся, пьем как следует За здоровье Хорошо Хорошо Сюда Осторожнее Вот сюда Дзянин, я попрошу администратора таблетки от похмелья Конечно Ладно Как ты себя чувствуешь? Хочу воды Воды? Воды Воды Что ты делаешь, Джоуся Ушань? Дзянин, позволь полежать так немного Не двигайся Просто дай мне тебя обнять В моих снах Я так обнимаю тебя Я сейчас сплю Дашь мне немного поспать Знаешь Я не могу забыть тебя Правда, не могу забыть Когда я был молодым Я мог забыть все, что захотел Все Даже самый тяжелый случай Я прячу его глубоко в моем сознании Но в этот раз В этот раз я не могу Я не могу Не получается тебя забыть, Дзянин Я думаю о тебе Выкинуть тебя из головы Слишком сложно Если я сейчас трезвый Я не хочу засыпать Если я сплю Я не желаю просыпаться То есть что-ね? Потом Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мали, как тебе еда? Ешь. Спасибо, госпожа Цю. Возьми. Кстати, Дзя Синь, как прошла твоя встреча с Сяо Е в прошлый раз? Неплохо. Неплохо? Это отлично! Послушай, госпожа Цинь сказала, что Сяо Е сказал ей, что ты не так уж и плоха. Что с его глазами? Я позвоню госпоже Цинь попозже. Мы выберем хороший день и забронируем отель. Забронируем отель? Для свадьбы. Ты даже не представляешь, в наши дни хорошие отели нужно бронировать за год. Мама, успокойся и не спеши. Я встретилась с Сяо Е только один раз. По сути, он для меня незнакомец. Почему мы обсуждаем брак? Незнакомец? Разве мы не должны планировать всё заранее? Госпожа Цинь сказала, что Сяо Е в последнее время был занят работой. Как только он будет свободен, вам двоим нужно побольше общаться. Посмотрим. Я занята, если он не занят. Мама, давай есть. Перестань говорить об этом. Ты права. Он же парень. Для него лучше сделать первый шаг. Давай, ешь побольше. Возьми ещё. Спасибо, госпожа Цинь. Какого чёрта? Я даже не могу вспомнить, как он выглядит. И не могу поверить, что моя мама хочет, чтобы мы поженились. Да что происходит в сознании женщины среднего возраста? Тогда почему ты не сказала своей маме, что ты влюблена в другого? Почему я должна ей об этом говорить? Мне нравится доктор Цинь. Но я ему не нравлюсь. Нет никакой надежды. Ты просто собираешься сдаться без боя. Он мне так сильно нравится. Он нравится мне больше всего на свете. Это он потерял много, что упустил меня. Кроме того, мне за 20. Почему я должна тратить свою молодость на кого-то, кто меня не любит? Моли. Моли. Посмотри вперёд. Там нас ждут замечательные горячие парни. Ты правда можешь двигаться дальше? Не упоминай о нём. Дай я покажу тебе парня моей мечты. Не волнуйся. Разве он не классный? Это всего лишь силуэт. Как я могу сказать, красив он? Ты не понимаешь. Это первоклассный игрок. Он гуру игр. Когда он играет, он похож на тигра. Он известен как хладнокровный убийца. Он правда хорош. Его КДА 9,9. Что насчёт 0,1? Это всё потому, что его товарища по команде Ламера. Он очень крутой. У него должно быть пресс с восьмью кубиками. Что ты думаешь? Как думаешь, сколько их? Я ставлю на восемь. Тебе не интересно? Бесполезно. Я буду наслаждаться этим в одиночестве. Он такой красавчик. Ты что делаешь? Расплывчато. Ещё раз. Я же говорил не публиковать мои фото. Сжалься над своими поклонницами. Не всё же время им на твой затылок смотреть. Я не хочу, чтобы люди узнали моё имя. Отправлю вот эту. Хорошо. Мали, есть фотография. Смотри. Она такая нечёткая. Ты можешь сказать, как он выглядит? Ты не понимаешь. Это называется искусством. Ты же вроде молодая. Он такой красивый. Заходи. Дзясинь, пойди, купи леденцы. Зачем они нам вообще нужны? Завтра, мам. Нет. Я готовлю десерт для Мали. Сходи, это займёт у тебя всего пять минут. Ладно. Мали, подожди меня здесь. Мам, ты такая надоедливая. Иди, иди. Госпожа Цю. Дзяньин. Дзяньин, послушай. Ты слишком импульсивна. Господин Хуан прав. Заявка на патент была отклонена. Если мы посетим съезд, то станем посмешищем. Мы не можем их убедить. Вот почему мы должны дать обещание. Я знаю. Но дело в том, что мы не добились прогресса в новой синтетической технологии. И все уже давно работают сверхурочно. Наше тело и разум совершенно не в состоянии справляться с этим. Знаю, ты подавлена. Не хотел тебе говорить, но несколько исследователей разговаривали со мной наедине. Они пессимистично смотрят на новую разработку. Времени слишком мало. То есть они не верят мне? Не говори так. В конце концов, они не машины. Есть предел их уровню стресса, верно? Честно говоря, Дзейнин, я тоже за тебя беспокоюсь. Я не хочу, чтобы ты нервничала. Господин Сунь, вы боитесь, что мои личные проблемы могут повлиять на мою работу? Я не это имел в виду. Но я не хочу, чтобы работа тебя утомляла. Не переживай. Я в порядке. Хорошо. Мне пора. Молли, у тебя такие стройные руки и ноги. Если бы только у Дзясинь была такая фигура, как у тебя. Гаспаратю, Дзясинь не толстая. Она огромная, как это не толстая. Я слышала от Дзясинь, что ты тренируешь её. Неудивительно, что у тебя такое красивое тело. Ты, должно быть, много тренируешься. Может быть, скажешь, Дзясинь, что она немного похудела? Хорошо. Хотела у тебя спросить, а в какой колледж ты ходила? Я не училась в колледже, госпожа Цю. Тебе не обязательно идти в колледж. Тебе надо просто совершенствоваться. Ты, кажется, не отсюда. Ты живёшь одна здесь. Твои родители, должно быть, волнуются. Госпожа Цю, я… Мои родители умерли, когда я была совсем маленькой. Извини. Не переживайте. Что ж, что у вас, Дзясинь, есть общего? Мы много разговаривали. Мы можем говорить на любые темы. Правда? Это довольно удивительно. Я беспокоилась, что с разным воспитанием вам не о чем будет говорить. Но Дзясинь… Она всегда с самого детства была доброй, а также очень любопытная. Если какая-нибудь бездомная кошка заболеет, она принесёт её домой. Если потеряется бродячая собака, она заставит нас её искать. Мы просто беспокоимся, что её обманут. Госпожа Цю, вы презираете меня? Да посмотри ты на себя, что ты такое говоришь? Как я могу тебя презирать? С тех пор, как Дзясинь окончила университет, она никогда не приводила домой друзей. Я знаю, что вы двое очень близкие подруги. Мали, тебе нужна какая-нибудь одежда или сумка? Всё в порядке, госпожа Цю. Посмотри на Дзясинь. Она носила некоторое время назад. Они сначала нравились ей, но она надела их всего раза два, и всё. Посмотри, её одежда и сумки. Если тебе что-нибудь нравится, просто возьми. Мне ничего не нужно, госпожа Цю, у меня всё есть. Я вижу. Какая жалость. Я уважаю твоё мнение. Так, садись сюда. За время, что мы с тобой говорили, я действительно поняла, что ты милая девушка. Но не имение чего-либо заставляет сердце становиться нежнее. Ты знаешь об этом, да? Я думаю, что у вас, Дзясинь, должно быть своё собственное пространство. Вы не должны быть всё время вместе. У дружбы тоже есть срок, верно? Госпожа Цю, я не хотела приходить сегодня. Дзясинь настояла, чтобы я пришла. В следующий раз, когда она пригласит меня к себе, я откажусь. Верно, верно. Она слишком настойчива. Если кто-то говорит, что он устал, она принесёт ему рис. Если кто-то говорит, что он голоден, она приведёт его домой на ужин. Если кто-то говорит, что у него нет денег, она отдаст свои деньги. Мы просто обычная семья. Мы привыкли не беспокоить других людей. Но и хотим, чтобы другие не беспокоили нас. Мы привыкли к спокойной жизни. Мали, ты же понимаешь, о чём я тебе говорю? Я понимаю, госпожа Цю. Что ж, думаю, Дзясинь скоро придёт домой. Я проверю, как там десерт. Госпожа Цю. Госпожа Цю, что такое? Алло, это скорая. Это район Хояя на особняке Дяо-Юйдао, блок 108. 48-летняя женщина только что упала в уморок. Пожалуйста, приезжайте. Спасибо, спасибо. Мама! Мама, что случилось? Госпожа Цю внезапно упала в уморок. Я не знаю, что случилось. Мама, не пугай меня! Дзясинь, успокойся. Позволь спросить, у неё есть какая-нибудь болезнь? Она никогда ничего не говорила. Где её комната? Наверху, наверху. Мама, мама, не пугай меня! Мама! Мама, не пугай меня так! Мама! Я нашла лекарство от давления в её комнате. Мама, ты очнулась. Садись. Медленно, аккуратней. Что такое? Ты забыла принять лекарство сегодня утром. Похоже на то. Ты так думаешь? Почему ты не сказала мне, что у тебя высокое давление? Это приходит с возрастом, это нормально. Хорошо, что Мали была рядом. Она нашла твои таблетки. Иначе всё было бы ещё хуже. Мама, как ты собираешься отблагодарить её? Мали, спасибо большое. Всё в порядке, госпожа Цю. Мали, ты спасла жизнь моей маме. Мама, как ты отплатишь ей? Мали, не переживай. Я позабочусь, чтобы отплатить за твою доброту. Не стоит, госпожа Цю. Здесь мне нужно идти. Не уходи так быстро. Мам, выпей воды. Не хочу, не хочу. Вот, выпей. Нет, я не хочу пить. Садись. Мы уже несколько дней работаем сверхурочно. Почему нет никакого прогресса? На этот раз у госпожи Цю действительно большие неприятности. ТНМ, 2,3-диметоксибензойная кислота. После тарификации введите новое гидроксиалкилирование, затем морфолин. После этого раскислите и хлорируйте его. Это обычная синтетическая технология нашей лаборатории. Кто мог знать, что кто-то превратил номер 7 в лекарство? Итак, синтез числа 7 является самым простым и стабильным. Эта синтетическая технология была запатентована, и если мы продолжим её использовать, нам придётся дорого заплатить за патент. Давайте обсудим с управлением увеличение нашего бюджета. Мы могли бы с тем же успехом просто купить его у людей, которые его запатентовали. Этот патент был подан бывшим боссом Цю Дзянин, Гарри. Вы сами это сказали. Кто бы мог подумать, что кто-то превратит промежуточный патент в лекарство и запатентует его. Сеошань, ты хочешь сказать, что человек, который оформил патент, нацелен на Дзянин? Верно. Чёрт возьми. Мы обречены. Если у нас нет промежуточного продукта номер семь в качестве ингредиента, мы не сможем провести синтез. Что такое? Ты сегодня сверхурочно, не сиди долго. Ты сама сказала. Почему не выполняешь? Я уснула. Почему ты ещё здесь? Цю Дзянин, не веди себя так. Что случилось? Я виноват в том, что случилось между нами. Можешь ругать меня, бить, делать всё, что захочешь. Но не будь строга к себе. Господин Сунь тоже подумал, что я так усердно работаю, чтобы подавить себя и скрыть свою боль от расставания. Почему ты тоже меня не понимаешь? Я ошибся. Нужно принять боль, чтобы переварить её. Будь то работа или любовь, я не убегу. Каждые 28 дней плазмидные клетки перерабатываются. После 28 дней я новый цюдзянин. Итак, Джоу Сяушань, тебе нужно много работать. Ты должен научиться думать обо мне по-другому. Забудь обо мне прежней. Уже поздно. Тебе нужно отдохнуть. Иди домой. Я проверю господина Вана. Я пойду с тобой. Госпожа Ван. Вы пришли. Как господин Ван? Всё так же. Не волнуйтесь слишком сильно. Я уверена, что господин Ван очнётся. Я тоже на это надеюсь. Кстати, Дзянин, как дела в лаборатории? Не переживайте о работе. У вас есть мы. Ты не вини меня за придирки. За все эти годы он сделал меня такой. На самом деле, 20 лет назад он должен был уйти на пенсию. Это из-за Плано. Конечно. В то время этот проект был лишь идеей, он сказал, подождать ещё два года. Он уйдёт на пенсию, как только дела пойдут на лад. В итоге прошло 4 года, и вот уже прошло 20 лет. Он всё время говорит, что хочет уйти на пенсию, но так и не сделал это. А сейчас он лежит здесь. Не волнуйтесь слишком сильно. Я уверена, что господин Ван поправится. За эти годы я много жаловалась. Проект, над которым работает Ци Тянь, это нечто большее. Это также его препятствие. Он всегда говорил мне, что мы, китайцы, умные. Научные исследования в Китае не уступают западным. Теперь, когда дела идут на лад внутри страны, знаешь что? Он сказал, что хочет быть на несколько лет моложе. Он сказал, что сейчас в Китае пришло наше время продемонстрировать результаты. Госпожа Ван. Я знаю, что чувствует господин Ван. Сделай всё возможное для исследовательского проекта. Это желание всей жизни господина Вана. Не переживайте. Плано просто наша работа. Ты так усердно работаешь. Оно того стоит? Стоит. Это чтобы проявить себя? В прошлом я любила конкуренцию. Я просто пыталась проявить себя. Но теперь я поменяла своё мышление. Ты о чём? Эти усилия, которые мы прилагаем, могут изменить чью-то судьбу. Даже будущее человечества. Поэтому я сделаю всё возможное, чтобы завершить этот проект. Дзянин. Если что-то пойдёт не так с Плано... Ничего не пойдёт не так. Всё должно быть по Плану. Я буду защищать План О ценой своей жизни. Я просто сказал «если». Не должно быть никаких «если». Только через мой труп. Ты готова пожертвовать своей жизнью ради План О? Да. Это потому, что План О теперь для меня всё. Это заставляет меня противостоять своей боли. Это выводит меня из моей самой низкой точки. Это моя вера. Работа над План О и правда дала тебе много сил. Верно. Сейчас План О не просто научный проект. Для учёного родом из Китая. Это вопрос национальной гордости и чувства национального долга. Поэтому перед такой великой целью личные интересы не стоят упоминания. Джоуи Сяушэнь. Я изменю своё мышление. Тебе больше не нужно чувствовать себя виноватым. Выложись по максимуму. Сейчас План О не просто научный проект. для учёного родом из Китая. Это вопрос национальной гордости и чувства национального долга. Поэтому перед такой великой целью личные интересы не стоят упоминания. Да. Сяушэнь. Как у тебя дела? Не очень. Похоже, тебе есть о чём доложить. Господин Джо, я отказываюсь от этой миссии. Господин Джо, что происходит? Джоу Сяушэнь хочет отказаться от миссии. И что теперь? Сын. Попробуй сообщить Мо Ли. Скажи и останови, Джоу Сяушэнь. Любой ценой. Выйдем из офиса. Нужно поговорить. Письмо об отставке, отправленное мне на электронную почту. Ты его написал? Да. Почему? А чё в отставку? Я спрашиваю, почему. Как ты думаешь, уместно ли, что мы все работаем вместе? Неужели я зря сказала всё это прошлой ночью? Прошлой ночью? Мне бы было лучше, не скажи ты этого. Но раз так, то я ещё больше уверен, что не могу работать с такой женщиной, как ты. О чём ты? Сюдзянин. Чем ты благороднее, тем ничтожнее я. Я не могу работать над твоим моральным давлением. Это просто смешно. В любом случае, с меня хватит. Я ухожу. Джоу Сеушань. Господин Ван в коме. Проект под угрозой. Когда у нас не хватает людей, ты действительно собираешься уйти? Ради своих чувств? Да. Сюдзянин. Я не ты. Я не могу быть как ты. Это ты можешь пожертвовать всем ради своей работы. Я нет. Ты можешь остаться? Я умоляю тебя. Не могу. Я могу быть как ты. Субтитры создавал DimaTorzok